Привет! Мы продолжаем тестировать полностью беспроводные наушники. Сегодня у нас моделька бюджетная, всего за 1400 рублей. Ausdom TVW01 на обзоре сегодня. Коробочка пришла у нас в идеальном состоянии. Всё потому, что она пришла вот в такой вот коробочке, благодаря чему ничего не пострадало. Коробка у нас из переработанной бумаги. В своё время Xiaomi любила делать такие коробки. Спереди у нас сами наушники, название компании, название модели. Сзади у нас характеристики на многих языках, в том числе и на русском. Давайте откроем и заценим, что же это за полностью беспроводные наушники. Здесь у нас инструкция, стандартная инструкция с картинками. Всё подробно написано, как и что подключать. Дальше у нас вот сам кейс с наушниками. Он у нас небольшой, удобный. Внутри у нас сами наушники вот так вот спрятались. И дальше у нас microUSB кабель, такой маленький огрызок. И также у нас сменные амбишуры разного размера в количестве двух пар. Вот такой вот кейс миниатюрный, достаточно удобный, может влезть в любой карман, что тоже является плюсом. Здесь нет ни одной клавиши управления. Сзади у нас microUSB разъём для зарядки. И светодиод, который показывает, что наушники сейчас заряжаются. Если горит красный светодиод, значит они разряжены. Наушники у нас здесь на магните, то есть вот так очень удобно вставляются. Ничего не падает, как мы видим. Подключаются к телефону очень просто. Просто вынимаем два наушника, они друг к другу подключаются. И дальше подключаются к телефону. Хоть кейс здесь и небольшой, но в нём скрывается 600 мА. Наушники выдерживают 5 часов при достаточно громкой музыке. И с кейса вы можете зарядить их ещё 3 раза. В наушниках у нас Bluetooth 5 версия. Микрофон здесь также присутствует. Он не супер качественный. Он не может сравниться с телефоном или с проводными наушниками, где микрофон уже почти около рта. Поговорить через этот микрофон можно. Да, он будет не такой качественный. Но собеседник всё услышит. Наушники у нас простенькие, как мы видим. Всё здесь максимально-максимально просто. Здесь только по клавише на каждом наушнике и по одному светодиоду. Сзади у нас контакты зарядки. Показано, где правый, где левый. Также минусом я назову, что звуковод здесь никак не защищён. Есть ощущение, что вот эта вот амбишура может остаться у вас в ухе или вообще вылететь. Так что я не знаю, почему здесь никак не защищён этот звуковод. Возможно, ничего такого не случится, но ощущение, что случится, есть. По качеству звучания я остался доволен. За 1400 рублей здесь всё неплохо. Здесь яркий бас, который вполне меня устраивает. Средние частоты здесь тоже качественные. По высоким частотам тоже нет претензий. Да, эти наушники не могут сравниться с более дорогими наушниками. Здесь нет такого глухого звука, который был на предыдущих наушниках. Здесь все частоты там, где они и должны быть. Да, не настолько прям яркие, как на более дорогих наушниках. Но для многих, я уверен, эти наушники удовлетворят все ваши потребности. По итогу за 1400 рублей, я уже не первый раз это повторяю, эти наушники неплохие. Здесь и качественный кейс небольшого размера, который влезет в любую сумку, в любой карман. Здесь наушники, которые удобно располагаются в ушах, не норовят выскочить. Неплохое качество звучания. И все это за небольшую стоимость. Вот такой вот обзор полностью беспроводных наушников от компании AusDom сегодня у нас был. Если вам понравился ролик, поддержите его лайком, подпиской, комментарием. Всем спасибо. Пока-пока.